Наведение санитарного состояния во дворах – основная тема планерного совещания. Если улицы и набережные радуют глаз, то придомовые территории пока только огорчают. А ведь Сочи теперь это не просто курорт, который за лето принимают до 6 миллионов отдыхающих, но и центры международных мероприятий. Достаточно напомнить, что в Сочи в ближайшее время пройдет этап Формулы-1, Кубок конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И встречать гостей неприглядом видом дворов просто стыдно. Ведь по нашему городу будут судить о всей России. Жители пиктивают на управляющую компанию, а управляющая компания кивает на жителей. Что, мол, посмотрите, у меня написано только на работы аварийные проводить, я их и провожу. А вот содержать двор или содержать подъезд, это по условиям договора, это должны сами жители. Но сами жители не хотят этого делать. Мы же говорим, друзья наши, миленькие наши, должны понимать, либо деньги, либо руки. Чаще всего денег нет, а руки-то есть у всех. Были названы те дома в городе, где очень неухожено. Это Мацесинская, 26, Гастелло, 41, Голубые дали, 76, Чайковского, 27 и так далее. Там и нет взаимопонимания между управляющими компаниями, жильцами. Вот за такие грязные дворы будут взиматься специальные комиссии штрафы. Но глава города считает, что лучше жителям средства потратить на веники и краски и привести дворы в порядок. Хотя инвентарь, в том числе и краску, домкомам могут выдавать в районных администрациях. Глава города объявил сегодня о проведении еще двух субботниках в рамках краевого двухмесячника. Это 8 апреля и 22. В ходе последнего субботника была вывезена почти тонна бросового мусора, причем силами сотрудников администрации. Самих же жителей поучаствовало почти 7 тысяч. Это менее 1%. Остальные показали себя иждивенцами. Если бы каждый второй вышел убраться в своем дворе, город сверкал бы чистотой. Ну а за несанкционированными свалками следит муниципалитет. В прошлом году в результате вертолетного облета их было выявлено и убрано более 200. В этом году только 18. Все они сейчас подлежат ликвидации. Такая работа нами будет вестись на постоянной основе свалки. Как мы понимаем, нужно выявлять в самой ранней стадии, для того, чтобы не дать им разрастись. И самое главное, необходимо принимать меры по их профилактике и вести работу по заключению договоров с мусороуборочными компаниями. На сегодня в Сочи заключено с САХом 358 тысяч договоров. 150 тысяч заключили с другими коммунальными компаниями, которые не вывозят мусор за пределы города. И 72 тысячи горожан вообще ни с кем не договорились о вывозе отходов. Именно они являются источником стихийных свалок. О всех таких фактах жители просят сообщать на горячую линию. Также сегодня на планерке говорили о предстоящей Пасхе. В этом году она ранее выпадает на 16 апреля. И к этой дате мэр попросил горожан привезти в порядок кладбище и к Сочи 107. Люди же попросили обратить внимание на деревья, которые растут на кладбищах и которые можно назвать уже аварийными. Глава города тут же даст задание службе спасения спилить сухостой. А еще попросили тех, кто будет убираться на могилах, не сжигать мусор, а собирать их в пакеты. Специальная техника затем вывезет все мешки. Для удобства граждан, посещающих могилы родных и близких, на входных группах организованы пункты выдачи целлофановых пакетов для удобства сбора мусора. Также будут организованы пункты выдачи инвентаря для пожилых граждан. Ввиду того, что пожилым гражданам неудобно из дома с собой везти инструмент для уборки. Те же ведра, грабли. Еще одна проблема, которая должна решиться самими людьми, не следует приносить на кладбище – емкости с водой, которые способствуют размножению комаров. Уборка кладбищ перед Пасхой – это и православная традиция, отмечают священники. Церковь очень трепетно относится к могилам, захоронениям всех наших родителей, прародителей и ставит святую обязанность следить за порядком и благочением на кладбище, потому что кладбище является продолжением храма Божия. Также сегодня на планерном совещании был заслушан доклад по мониторингу садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. В этой работе приняли участие народные дружинники, представители казачества и общественности. Обследовано 199 садоводческих товариществ и 168 гаражных кооперативов. Выявлено почти 1300 административных правонарушений. Доставлено в полицию более 2500 человек. Мониторинг продолжится во всех районах Сочи. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...